что у них есть деньги для инвестиций, но у них заканчиваются люди, желающие и способные взяться за этот проект. Вот тут-то и становятся так важны специалисты по развитию инвестиций, люди, обладающие стратегиями управления инвестиционным развитием. Это вовсе не означает, что Россия идеальна. Это вовсе не значит, что все у нас замечательно. В России царит коррупция. Налицо бюрократическая неэффективность. Но все это означает, что Россия, концепция коллапса российской экономики из-за санкций, это вымысел. Российская экономика сегодня действительно сильнее, чем когда-либо, особенно по сравнению с экономикой, существовавшей до введения санкций. Потому что теперь она может функционировать независимо от Запада. Таким образом, у Запада не осталось никаких рычагов воздействия. Тем временем экономика западных стран терпит крах. Германия переживает рецессию, Великобритания переживает рецессию. Они не хотят этого признавать. Довольно скоро вся Европа погрузится в рецессию. Возможно, приближаются к депрессии, и на этом все закончится. У нас нет никакой надежды победить Россию. И как только это станет реальностью, тогда следует задать вопрос, как нам уменьшить ущерб. А что касается контроля за ущербом в Европе, то сегодня самая дорогая вещь в Европе — это НАТО. Они собираются избавиться от НАТО. Возможно, на это уйдет десятилетие, но я верю, что в Европе появится политический импульс для развития европейского рамки безопасности. А где ты раньше слышал этот термин? Макрон? Это русские. Именно русские разработали договор об основах европейской безопасности. И я думаю, что внезапно этот термин войдет в обиход европейцев, и люди, которые готовы сесть с ними за стол переговоров. Это русские. Именно Соединенные Штаты будут вытеснены из страны. И это опять же из-за плохой политики. Андре, в конце у тебя есть два вопроса к НАТО, но вот еще одна вещь, о которой ты сможешь поговорить, я хочу немного поговорить. Вот и все, вот о чем я думаю. Финляндия, если я не ошибаюсь, я нахожусь в маленьком штате Мэриланд. По-моему, население Финляндии примерно такое же, как в штате Мэриланд, около 6 миллионов человек или что-то в этом роде. Когда я смотрю на прибалтийские государства, они похожи друг на друга по соседству, и вы знаете, что это государство размером с почтовую марку. Так оно и есть, они были экономически сильны. Некоторые из них до сих пор получают электроэнергию из России. Если Россия просто скажет, мы сыты по горло тем, что все вы люди на нашей границе, доводите нас до смерти, вы будете отрезаны от мира. Получи то, что тебе нужно от Соединенных Штатов, находящихся на другом конце планеты. Они уже поджарились. А что касается ИГИЛ, я не знаю, пойдет ли на это Россия, но во всяком случае, как ты думаешь, действительно ли НАТО умерло? И как же эти маленькие бывшие советские государства-сателлиты выживут, если Россия дернет их за веревочку, Андре? Да, я полностью согласен со Скоттом практически во всем, что он сказал. НАТО точно таково в военном отношении. С политической точки зрения, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы официально оформить этот конец. Но знаешь ли ты, что такое Объединенные Арабские Эмираты? Именно Эмираты. Правильно, Вае? В России, помимо очень оскорбительного названия прибалтийских государств, это называется, наверное, слышали, но их еще называют вимертами. От русского слова вимер, что означает вымирание. Ты можешь посмотреть, к примеру, их демографические данные по Латвии. Она действительно пришла в упадок. То же самое можно сказать и о Литве, то же самое можно сказать и о том, что они находятся здесь, все трое, вероятно, размером примерно с один из районов Москвы. И я даже не знаю, как ты можешь действительно, как бы это вежливо выразиться, относиться к ним в любом случае серьезно. Тем более, что там есть замечательное видео о военном параде в Вильнюсе. Это уморительно, так что суть в том, что русские не собираются отключать электричество. Хотя некоторые из них, я не помню, кто именно, Латвия, наверное, уже как бы отключилась от электросети, отключила подключение к российской электросети. Но в конце концов, как и любое маленькое государство, они не могут существовать сами по себе, они должны быть такими, их не зря называют лимитрофами. Им нужно найти кого-то, к кому можно было бы обратиться, придерживаться своей культуры. Я не знаю, что это такое, голод и какие-то несчастья. Они очень хорошие врачи, во многих отношениях способны избавить людей от этих глупых идей. Но в конце концов, если мы посмотрим на ситуацию в более широком, так сказать, плане, что я могу сказать? Как сказал мой друг, полковник Центрального аппарата Министерства обороны Владимир Туханс, мы даже не беспокоимся по поводу НАТО. Так что же я могу сказать на это? Так что же, и Россия будет делать этот коридор? Русские не заинтересованы в том, чтобы ставить на свой баланс людей, которые испытывают ненависть и которым не нравится Россия. До тех пор, пока соблюдаются права русского меньшинства, скажем, в Латвии, и обеспечивается свободный поток, беспрепятственный поток или коммуникация. Транспортное сообщение между Калининградской областью и русскими, собственно, Россия является «сохрани их, пусть они будут такими, какими захотят». Но если они поставят там что-то серьезное в военном отношении, то это повлечет за собой серьезные последствия. А кроме этого, кому они нужны? Не зря же их называют виммертами. У них ничего нет. У них нет никаких ресурсов, у них нет никаких стратегических целей, за исключением того, что они фактически являются порогом, отделяющим Калининградскую область от собственно России. А в остальном, и кого это волнует? Об одной из вещей, о которых я хотел спросить вас обоих, ребята. Еще одна история. Мы не будем заходить слишком далеко еще немного, и у нас есть еще несколько минут. Сегодня я прочитал статью об этом, она была из Ирана, и они сказали, что у них есть гиперзвуковая ракета. И многое можно сказать о том, что на самом деле означает слово гиперзвуковая ракета. Но об этом сообщили по телевидению в прессе, и они сказали, что мы приобрели эту технологию. И я просто подумал про себя. Ну и дела. Интересно, откуда она взялась. Так вот, я вовсе не хочу принижать значение иранцев, потому что, как ты, я уверен, знаешь, у них есть блестящие ученые. У них долгая история развития. Именно эти люди изобрели определенные виды математики. Но насколько я понимаю, я думаю, что они собираются получить несколько пятерок Су-30 или что-то в этом роде. Похоже, как ты думаешь, увидишь ли ты, скажем, Россию и Китай с новыми кирпичиками и с новыми коалициями, как ты думаешь, увидишь ли ты, как Россия и Китай вооружаются встал? Позволь мне добавить вот что. Это очень важно для меня. Президент Венесуэлы находился в Саудовской Аравии с визитом. Президент Эритреи, опять же, африканской страны, находился в Москве. Мы наблюдаем ужесточение этих новых коалиций, и многие из этих коалиций были выбиты из них американской империей за последние 20 лет. Речь идет об обмене военными технологиями. Что ты думаешь по поводу этих новых коалиций? Начнем с тебя, Скотт Риттер? Они являются геополитическим следствием плохой американской политики. Ты не можешь изо всех сил стараться оттолкнуть себя от остального мира и не заплатить за это высокую цену. Если ты задумаешься о том, что Соединенные Штаты делают в течение последних нескольких десятилетий, пытаясь контролировать мировую экономику с помощью принуждения. Это прямо противоположно тому, в чем должны заключаться принципы свободного предпринимательства и свободной торговли. Предполагается, что речь идет о конкуренции. Если кто-то делает что-то лучше тебя, то твоя задача состоит в том, чтобы работать усерднее и конкурировать с ним. Мы ни с кем не конкурируем. Мы уничтожаем людей. Мы стремимся разрушить вашу экономику. Мы стремимся создать правила, которые идут исключительно на пользу нам, и мир устал от этого. И мы поддерживаем это экономическое бессилие, потому что, честно говоря, именно так оно и есть. Если ты не можешь конкурировать и тебе приходится полагаться на тактику запугивания, чтобы добиться экономического доминирования, значит, ты экономически беспомощен. А именно таковые есть Соединенные Штаты. Мы в буквальном смысле слова экономически беспомощны. Все, что нам остается, это вооруженные силы, и это больше не имеет значения. Одна из вещей, которые мы видели в связи с этим Ираном, иранская гиперзвуковая ракета, и я не считаю все это шумихой. Ты же знаешь, что термин гиперзвуковая ракета часто употребляется в обиходе. Здесь есть некоторые ограничения, но главное здесь быстрое ускорение, точное наведение и маневренность. И когда ты соединяешь эти три вещи воедино, ты побеждаешь практически любую существующую систему противовоздушной обороны. И у тебя внезапно появляется оружие, на которое люди должны встать и обратить внимание. Такие люди, как Израиль, осуществляют очень активную тайную подрывную программу против Ирана, направленную на убийство ученых, взрыв ядерных и ракетных объектов. Представьте себе, если бы кто-то поступил так же по отношению к Соединенным Штатам. Мы бы не сидели просто так и ничего не делали. Иранцы сейчас создали ракету, которая при ее массовом развертывании означает, что Израиль должен быть осторожен, потому что если будет пересечена определенная красная черта, за это придется расплачиваться. Заплатили, и у Израиля не будет никакой защиты. Израиль скоро узнает, каково это быть украинцем, потому что в их городах начнется настоящий бум, и у них не будет никакой возможности защитить себя. У Соединенных Штатов также нет защиты от этой системы, а это значит, что наши базы, находящиеся в этом районе, уязвимы, и наши суда, которые будут перевозиться, она очень уязвима. Так что это действительно оружие стабильности для региона, потому что я думаю, что оно создает равновесие в регионе. Мы должны были быть осторожны, когда говорили о военных союзах с Венесуэлой, потому что в конце концов Венесуэлу отделяет большой океан от всех остальных. И ты знаешь то же самое, почему Америка стремится вступить в войну, опосредованную войну с Россией на Украине или в Грузии. В этом нет никакого смысла, потому что в последний раз, когда я брал линейку и измерял расстояние между Соединенными Штатами и этими странами. Оно было довольно большим, если учитывать всю Россию. Давай по-быстрому, Скотт, объясни мне причину, по которой я приехал в Венесуэлу, занимающую первое и второе место по запасам нефти в мире. И они встречались особенно в то время, когда цены на нефть падали, и я чувствую себя Венесуэлой. И могу ли я добавить, что это две страны, которые обе подали заявки на участие в конкурсе, и о ней речь идет о новой валюте. Таким образом, ты получишь Россию вместе с ее нефтью. Они привезут с собой Венесуэлу. Хорошо. Итак, у тебя есть союзники. Россия, Венесуэла, Иран и Саудовская Аравия. Остальные члены ОПЕК должны двигаться в том направлении, в каком они им прикажут. Так что я думаю, что речь шла об экономике. Это уже произошло. Нет, нет, ты прав. Да, все в порядке. Андре. Они уже это сделали. Об этом уже было объявлено два дня назад. Прямо здесь, если не на постоянной, то на долгосрочной основе цена сразу же пошла вверх. И потом мы не должны забывать об этом очень интересном событии. Иран, Саудовская Аравия и ряд других арабских государств в настоящее время формируют военно-морские силы для того, чтобы обеспечить поступление нефти. Из дюны Фрэнка Герберта и пряностей. Так вот они, если кто-нибудь из тех, кто сказал мне хотя бы три года назад, что Саудовская Аравия и Иран будут создавать свои совместные военно-морские силы, просто выпьют вслух. Ущипните меня, в какой вселенной я сейчас живу. И это просто невероятно. И мы определенно видим перестройку, в чем я согласен со Скоттом. Это был стратегический просчет исторического масштаба со стороны Соединенных Штатов и всего Запада вместе взятого. Опять же, они думали, что убьют российскую экономику. Ты не можешь этого сделать. А те люди, которые здесь, в Соединенных Штатах, в основном считаются экономистами, они ничего не понимают в реальной экономике. Они понимают, как зарабатывать деньги на Уолл-стрит и на этих фальшивых индексах. У американец экономика по-прежнему занимает первое место в мире. Нет, это не так. Китай затмевает экономику Соединенных Штатов с точки зрения реальной экономики. Это даже смешно. К тому же он производит в 12 раз больше стали, чем производит Соединенные Штаты. На самом деле в России производится такое же количество стали, как и в Соединенных Штатах. И именно поэтому, когда люди сказали, что теперь у нас есть такая возможность, я услышал сегодня выступление судьи мистера Алистера Крука, и он обрушил на нас настоящую бомбу. Я и не знал об этом. Я пропустил это мимо ушей, потому что, очевидно, не говорю по-немецки, потому что он сказал, что вчера крупнейшая газета Германии Тайм опубликовала их демографические данные. Немцы больше не составляют большинства населения своей собственной страны. Куда же нам теперь двигаться дальше, ребята? Так что с Европой покончено в значительной степени независимо от того, что произойдет после этого. И именно поэтому, например, Россия отказалась от прав гостей в Турции. Они сказали, это ваш гостевой центр, а это наш гость. А вы, ребята, идите прямо вперед. Поступайте по-своему. Вот наши доли, и индейка сказала, готово. Именно поэтому Россия была очень заинтересована в этом. Так что между русскими и европейцами больше нет разговоров о каком-либо энергетическом сотрудничестве, по крайней мере на данный момент. Не с теми режимами, которые неизбежны и которые неизбежно падут. Каждый, кто хоть кем-то является, понимает это. Даже тот факт, что сегодня у нас в Германии наконец-то появились зеленые, просто исчез с политической карты мира. Где же были немцы до этого, когда они избрали этих безумных людей, будь то Анна Лена Бербок, будь то Шольц? Эти глобалисты и другие безумные люди, в конце концов, они избрали именно их. Ты не можешь так же постоянно обвинять Соединенные Штаты во всем. Нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты, очевидно, играют в этом большую роль, но именно они были теми, кто верил в эту, простите за мое французское произношение. Зеленую повестку дня, которая убивает европейскую экономику. Это совершенно убивает меня. Они даже не понимают этого, потому что эти люди... Я не уверен, что у Анна Лены Бербок есть хотя бы базовое высшее образование. Она получила какой-то сертификат к одному сертификату по какой-то программе НПО. Именно такой тип людей там работает. И вот тут я должен согласиться с полковником Макгрегором, который сказал, посмотрите на Макрона. Он мальчик-кассир, который собирается жениться на своей матери-нуже. Мы должны увидеть людей со статуей, людей, которые могут добиться того, чтобы что-то произошло. Когда ты внимательно смотришь на Францию, Германию, Соединенные Штаты, ты ненавидишь себя за то, что кричишь вслух, видишь ли ты каких-нибудь масштабных людей. Послушай, я, как ты можешь сказать, ненавижу церковь или что-то в этом роде, и за многое другое он заслуживал того, чтобы его ненавидели. Но позволь мне сказать тебе, что это был парень, достойный уважения или статуи, хорошо? Иногда он вел себя глупо, но он был тем парнем, который понимал, кто добивается своего. И если вдуматься в это, то, конечно же, мы говорили о цели, о том, в чем заключаются эти цели. У нас есть Байден, этот парень, я уверен, что он все еще здесь. Находится ли он где-то в пространственно-временном континууме? И ты знаешь, мне очень неловко. Я помню политбюро в Советском Союзе, они были свежими молодыми парнями по сравнению с тем, что мы имеем сейчас в Конгрессе. И это просто невероятно. Они ничего не понимают и ставят себя в неловкое положение на международной арене. И это выглядит так. Ты только посмотри на это. Да, они ничего не могут поделать. Они ничего не могут остановить. Единственное, что они знают, это как полуграмотная, некультурная Виктория Ньюленд. И тот факт, что она немного говорит по-русски, не делает ее специалистом в чем-либо. Ты только посмотри на Фоги Боттом, это буквально похоже на Моран на Моране. Тони Блинкин, дай мне передохнуть. Джейк Солливан, политолог и доктор юридических наук, советник по национальной безопасности. А что он вообще знает о национальной безопасности? У тебя нет военного, серьезного опыта работы в военной разведке. Ты не должен участвовать в современной политике сегодня. На данном этапе ты должен быть технократом, серьезным технократом, или ты должен быть военным парнем. Который, знаете ли, как говорится о, так вот почему Скотт не занимается политикой? А почему Макгрегор не занимается политикой? А почему Ларри Джонсон не занимается политикой? Именно потому, что компетентные люди нам не нужны. Общественный порядок и общественный спрос сейчас направлены на то, чтобы создать этих мопетов, маппет-шоу. И когда ты смотришь на это, послушай, послушай, что сказал сегодня Лавров, выступая на 201-й военной базе, которая раньше была 201-й дивизией в Таджикистане. Все кончено. Никто не собирается разговаривать с этими людьми. Последний вопрос на сегодня, и я думаю, что это очень важно. Я должен спросить тебя кое-что о Китае. Так вот, США строят строительство, о, нам придется вступить в войну с Китаем. И я думаю, что у тебя не так уж хорошо идут дела в Восточной Европе, и ты хочешь уехать за 7 миль отсюда и просто сидеть, сложа руки в океане. Мальчик, это звучит не очень-то удачно. Вот что я об этом думаю. Как же они вообще могут это сделать? Когда все это закончится? Я не понимаю, как США, если НАТО говорит, что мы не участвуем, если вся Европа говорит нет, а не только они, мы не участвуем в этом деле. В нас вложено много денег, в нашу экономику вложены инвестиции. Мы действительно не хотим этого. Это уничтожит нас раз и навсегда. Так что неоконсерваторы одержали победу, но мне кажется, что это слишком далеко зашло. Как же им удастся добиться этого, подталкивая к войне с Китаем, как только эта фиаско развалится, и остальные европейские страны скажут, нет, мы не хотим, чтобы это произошло. Я думаю, дело дойдет до того, что вы действительно столкнетесь с конфликтом между США и их вассальными колониями, но во всяком случае, в твоих мыслях есть стремление к какому-то военному конфликту. Война в Невеле. Соединенные Штаты по-прежнему борются со всеми этими огромными проблемами, особенно с флотом серферов. Они знают, что даже такие тупые люди, как Виктория Нолан или Блинкен, могут это понять. И это будет правдой, потому что кто-нибудь придет к ним и скажет, наш последний шанс для нас — использовать то, что у нас действительно есть против Китая. А ведь это отличные американские подводные силы. Они находятся на высшем уровне, они мирового класса для решения любых проблем. В военно-морском флоте США существует множество проблем. Но Соединенные Штаты обладают подавляющим технологическим и, следовательно, оперативным преимуществом перед китайцами в отношении американских подводных сил. И это похоже на последнюю каплю. Мы должны использовать ее до того, как все это исчезнет. Как далеко продвинулся Китай с точки зрения улучшения ситуации там, кто-нибудь заставьте нас это сделать. Это не так-то просто. Соединенные Штаты, очевидно, обладают необходимым опытом и технологическими знаниями, стоящими за этим. И хотя американское военно-морское вооружение не столь уж впечатляет, подводная лодка класса Вирджиния находится на самом современном уровне техники. Это прекрасная подводная лодка. Есть только две страны, которые могут производить такого рода технологии — русские и американцы. Неужели Британия даже не входит в одну лигу с французами? И когда ты смотришь на это, да, у нас есть что-то вроде «Вау!» У нас есть 20 Виргинских островов на Тихоокеанском театре военных действий. Мы можем маневрировать силами и бросать все, что угодно еще. Давай попробуем. И это единственное, что является патологией американской политики. Давай как бы воспользуемся тем, что у нас есть на данный момент. Но это один из немногих реальных рычагов, которые Соединенные Штаты имеют против Китая на данный момент, а может быть и в ближайшие десятилетия. Будут ли китайцы сейчас это делать? Я не думаю, что Россия предоставит им доступ к передовым технологиям подводных лодок, но что-то подсказывает мне, что товарищ Z — Си Цзиньпин. Когда он первый день находился в Москве, это была самая продолжительная сессия, она проходила за закрытыми дверями. И на ней были все эти большие зады, принадлежат Российскому министерству обороны и военно-промышленному комплексу. И то же самое относится к китайцам. И я думаю, что именно так я уже выразился предельно ясно. Здесь я начинаю прихрамывать. Вероятно, китайцы запросили у России кинжал и авианосцы, потому что им нужно держать подальше свой надводный флот или надводный флот ВМС Соединенных Штатов. И они могут это сделать с помощью такого рода технологий. Если это произойдет, то подводным лодкам Соединенных Штатов придется нелегко. Хотя они все еще могут нанести ужасающий ущерб, но управлять ими будет трудно. И тогда это будет своего рода совершенно другая игра. Так вот, вот что я думаю по этому поводу. Так оно и есть. Ты можешь процитировать меня по этому поводу. Я могу это доказать. Скотт Риттер, это так? И как я уже сказал, добавлю и в другой части, поскольку у тебя есть значительный опыт работы с НАТО, работы с Европой. США подталкивают к конфронтации с Китаем, но в то же время тот уровень противодействия, который они получат в Европе. Потому что Европа знает, что если США вступят в войну с Китаем, это будет означать экономическую смерть для Европы. Это означает экономическую смерть. Они превращаются в остров Гаити. Что ты об этом думаешь? Это не просто экономическая смерть Европы, это экономическая смерть Соединенных Штатов. Да, это так. И мы должны понимать, что то, о чем мы здесь говорим, заключается в том, что эта война начнется не потому, что Соединенные Штаты и Китай решат, что они хотят противостоять друг с другом. Все это начнется из-за Тайваня, потому что Соединенные Штаты сделают с Тайванем что-то такое, что вызовет у китайцев беспокойство по поводу независимости. И поэтому эта проблема решится сама собой в ноябре 2024 года. Потому что в ноябре 2024 года на Тайване состоятся выборы, на которых партия Гоминьдан будет позиционироваться как победитель на общенациональных выборах. А когда они действительно побеждают, вся эта чепуха уходит в прошлое. У Соединенных Штатов могут быть самые большие подводные лодки в мире, и у них могут быть такие идиоты, как Маккарти, которые говорят всякие гадости. У них могут быть сенаторы, и мы можем говорить все, что захотим. Но когда новоизбранный президент Тайване говорит, да, я еду не в Вашингтон, а в Пекин, и у меня будет приятная беседа с Си Цзиньпином. Кстати, последние пару лет мы путешествуем по Китаю, так что у нас уже есть все необходимые материалы, связи, в которых мы нуждаемся, и мы собираемся найти способ решить эту проблему мирным путем. Это вовсе не означает, что Тайвань собирается сдаться и дать Китаю все, чего он хочет. Но это означает, что Тайвань признает, что его будущее связано с Китаем. И это становится еще более очевидным по мере того, как Соединенные Штаты продолжают впадать в ретроспективу. Помните, что Саудовская Аравия и Россия только что совместно договорились о значительном сокращении энергопотребления, что позволит улучшить их влияние на мировые энергетические рынки. Это повышение цен на энергоносители окажет огромное пагубное воздействие на Соединенные Штаты. По мере того, как американская экономика барахтается, по мере того, как мир начинает включать валютную корзину БРИКС, по мере того, как нефтедоллар становится все менее и менее желательным средством глобальных транзакций в евразийской экономике. Андрей, я не собираюсь спорить с тобой по поводу подводных лодок, но расскажи мне, как подводная лодка класса Вирджиния прерывает новый шелковый путь. А нет. Да, в этом-то все и дело. Если поместить эту штуку внутрь континентальной евразийской массы, тогда ты сможешь снимать все, что захочешь. На севере, конечно же, у вас есть российский Северный флот. А со вчерашнего дня российский Тихоокеанский флот, состоящий примерно из 60 кораблей и большого количества самолетов, проводит свои собственные работы по уборке навоза и тому подобному. Да, именно так ты это и делаешь. Но в конце концов, в районе Тайвани, еще раз повторяю, послушай, мы же видели, что случилось с плотиной, не так ли? Мы видели, что случилось с Северным потоком. Так что в буквальном смысле нет предела тому явному идиотизму, на который могут пойти эти люди. И они скажут, да, это последняя капля, или это последняя печень, которую мы можем использовать. Давай сделаем это. Они могут это сделать. Это возможно. Насколько это вероятно. Но я согласен со Скоттом в том, что это чудовищно пагубно сказывается на Соединенных Штатах, не говоря уже о Европе. Но Европа будет иметь все меньшее и меньшее экономическое значение в евразийской схеме вещей. И когда ты смотришь на это так, какого черта, чувак, если не считать проблемы с падением цен, которые абсолютно очевидны, я полностью присоединяюсь к Скотту, насколько я знаю Китай. И это не так уж много из того, что я знаю, но очевидно, что да, существует огромная опасность. Но тогда нам придется посмотреть и на ноябрь 2024 года в Соединенных Штатах Америки. Давай не будем забывать об этой маленькой незначительной стране, которая называется Соединенные Штаты Америки. А для кого же мы будем делать предупреждение? А что у нас будет в меню? Неужели это будет Трамп? Суть в том, что я не собираюсь голосовать ни за какого демократа, независимо от того, что они делают. Хотя очевидно, Шторфг сейчас является фаворитом месяца. И может быть так оно и есть, он он имеет в виду именно то, что говорит. Но суть в том, есть ли у нас снова хорошие варианты действий. А есть ли у нас на очереди кандидатура Эйзенхауэра? Нет. Где я всегда вспоминаю эту замечательную поездку Бивиса и Бакета в Америку, когда парень входит в Белый дом и говорит, «Уайк, где ты, когда ты нам понадобишься?» Так вот, наступил переломный исторический момент. А кто же будет руководить нами? Кто же собирается помочь Соединенным Штатам? Кого же мы собираемся избрать? Продолжаем ли мы продолжать это пробуждающееся безумие, или же по сути дела наносим увечья новому поколению детей? Так что же нас ждет впереди? Мы должны взглянуть на картину в целом. Вот так вот. У меня нет ответов на все эти вопросы. У меня нет ответов на все эти вопросы. У меня их просто нет. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. К тому же я пережил распад Советского Союза. Я трижды чуть не умер, так что пока все это происходило, я подумал, «О боже мой!» И вот теперь мы наблюдаем то, что я никогда в своей жизни не видел ничего подобного. Все это выглядит чертовски правдоподобно, к тому же масштабно и масштабно. И ты только посмотри на это, это просто. «О боже мой!» Мне показалось, что я что-то видел. Мы еще ничего не видели. Я так и думаю. Ну вот и все. Джентльмены, спасибо вам. Андре Мартиано, я всегда испортил ваше имя. На самом деле, сегодня я разговаривал с одной из наших сотрудниц, с которой я работал, и сказал, что ее зовут Герасина. И все, все русские люди начали смеяться. Я спросил, над чем ты смеешься. И они ответили, «Это Джаз, это Джаз». Я сказал «Окей». И я сказал «Да». Не волнуйся по этому поводу. Мое имя было испорчено, испорчено так много раз, что я даже не беспокоюсь по этому поводу. Так что заходи на сайт Смузи.